Пандемия 21 века Все, самое страшное позади, но радоваться рано. После перенесенной инфекции у 80% пациентов ухудшается самочувствие. Повышенная утомляемость, раздражительность, непокидающие чувства страха и явные проблемы с сердцем или суставами. Врачи в один голос утверждают, это постковидный синдром и проявления у него могут быть разные. Все зависит от формы перенесенной коронавирусной инфекции. Есть легкая форма, там нарушения незначительные, а есть средне-тяжелые-тяжелые, когда поражаются легкие, задействованные легкие. То есть переносится пневмония возникает, да, и после перенесенной пневмонии, естественно, нарушения больше идут с дыхательной системой. И если уже касается дыхательной системы, то там, естественно, нарушение дыхания в плане одышки, уставаемость человека, то есть выполнение физической нагрузки, снижение ее. Легкая форма перенесенной инфекции сильных и острых последствий после себя не оставляет. Обычно в таких ситуациях врачи рекомендуют пропить витаминный комплекс, придерживаться здорового образа жизни и нормализовать питание. Советы эти, к слову, не профилактика, скорее необходимость. Вирус на клеточном уровне истощает системы в организме, которые отвечают за выработку энергии. Поэтому после окончательного выздоровления затраченные ресурсы нужно восполнить. Куда сложнее дело обстоит в случаях, когда COVID-19 был перенесен в средне-тяжелой или тяжелой форме. Здесь у пациента может проявляться различная симптоматика, например, сбой в работе сердечно-сосудистой системы. Гардиологи делят своих пациентов на две большие группы – молодые люди без структурных патологий сердца и пожилое население с хроническими заболеваниями по этой части. Мы видим, что именно сердечники, то есть уже хроники, переносят намного сложнее. У них идет полностью декомпенсация и осложнение в виде одышки, загрудинных болей. Такие пациенты нуждаются в коррекции лечения. Чаще мы их направляем уже на дообследование. И в дальнейшем мы видим тенденцию к ухудшению самочувствия и полной декомпенсации. И поэтому проводим уже комплекс ряд обследований, то есть уже чаще это госпитализация у таких пациентов. С началом пандемии очередь в кабинету кардиологов начала расти в арифметической прогрессии. Пациенты зачастую приходят с жалобами на нарушение сердечного ритма, учащение или урежение пульса, аритмии или боли в области сердца. Помочь таким больным можно. Нужно лишь вовремя обратиться к специалисту, чтобы тот скорректировал лечение. Хотя врачи не скрывают, бывают случаи, когда у пациентов на фоне перенесенной инфекции наблюдается полная дестабилизация состояния. И вернуться к точке отсчета уже невозможно. Но это скорее исключение, чем правило. Зачастую медики могут помочь, если за этой помощью, конечно, обращаются. А ведь некоторые пациенты после перенесенного ковида не смело открывают дверь того же психотерапевта с жалобами на излишнюю вспыльчивость, нервозность или плаксивость. Хотя такие симптомы как раз таки характерны в эти дни почти для каждого третьего белоруса. И помощь специалистов в таких вопросах просто необходима. При направлении в кабинет психотерапевта человек должен быть обследован. То есть отсутствие других тяжелых, некомпенсированных заболеваний, щитовидной железы, заболеваний других органов. И когда там подтверждают наши врачи общей практики, что человек здоров, но присутствуют симптомы тревоги, депрессии, сниженного настроения, мы берем их на лечение, проводим с ними группы, проводим с ними определенные навыки релаксации, тренингов, тренинги восстановления навыков при нарушениях памяти или внимания. Астаноневротический симптом врачи называют одним из самых серьезных и опасных проявлений постковидного синдрома. Нарушение психоэмоционального состояния, выраженная слабость, остыния, неспособность выполнить даже незначительные задачи. Все это нужно лечить. Подходящий способ реабилитации подберет врач, от пациента требуется лишь желание. В отделении дневного пребывания седьмой поликлиники нашего города больше 60% пациентов – люди с постковидным синдромом. Здесь они могут получить необходимое лечение, а вечером уйти домой. В этой поликлинике, к слову, способов реабилитации после коронавирусной инфекции несколько. Один из них – рефлексотерапия. У пациентов сохраняется, длительно персистируют некоторые из симптомов коронавирусной инфекции, иногда до 12 недель и более. Это зачастую повышенная или, так скажем, прямо ужасающая слабость, со слов пациентов. Это повышенная потливость, это нарушение внимания, зрения, слуха, это какие-то устойчивые крапивницы, это выпадение волос, зубов, какие-то проявления со стороны пояснических листов в любых отделах позвоночника, очень ухудшаются проблемы с остеохондрозом. Также это нейропатии, иногда вот просто постковидные нейропатии впервые возникшие. И иглорефлексотерапия крайне, на мой взгляд, эффективна. Александр Токмакчиев на иглоукалывание пришел уже в третий раз. Несколько месяцев назад мужчина перенес коронавирусную инфекцию. Вот только для него самым тяжелым испытанием стала не сама болезнь, а как раз-таки ее последствия. Отдышка, скачки давления, головные боли и сильный дискомфорт в шейно-грудном отделе позвоночника спокойно жить не дают и по сей день. Мужчина решил с проблемами не затягивать и обратиться за профессиональной помощью. В легкой форме, но дало на позвоночник, на шейно-грудной отдел. Обратился к неврологу. Невролог отправил на... Ну, провериться, на МРТ. Видели грижу, направили на физиопроцедуры. Массаж и иглоукалывание. Помогает, все чувствуется. Массаж помогает, физиопроцедуры и иглоукалывание. Вот на третий раз уже намного легче. Всего за несколько сеансов классического иглоукалывания, говорят специалисты, можно достичь внушительных прогрессов, улучшения психосоматического состояния, а также снизить болевые ощущения в проблемных местах. Зависит тоже от метода. Если это возбуждающий метод, там не надо добиваться прям таких ярких ощущений. Учитывая, что здесь выбран тормозный метод, то мы стараемся достаточно часто подкручивать иголочки, чтобы были яркие ощущения. Каминет специалиста по рефлексотерапии занят практически весь день. От пациентов здесь нет отбоя. Плюс еще здесь использован как вакуум иглы рефлексотреплинга, когда иголочку покрываю баночкой, и за счет этого тоже усиливается воздействие на акупатурную точку. Процедура улучшает венозные и лимфоотоки, снижает мышечные спазмы. Подобный курс лечения назначает невролог, исходя из жалобы и результатов обследования. В 80% случаев постковидного синдрома у пациентов наблюдается также нарушение дыхания и отдышка. Одним из самых популярных методов реабилитации после коронавирусной инфекции сегодня является галлотерапия или посещение солевой комнаты. Она работает по следующему принципу. Здесь есть специальный аппарат, который перемалывает и распыляет мелкодисперсную соль. Такие процедуры помогают очищению легких и дыхательных путей. Галина Новгородская коронавирусом болела в прошлом году, перенесла инфекцию дома, на ногах. Однако оправиться после болезни самостоятельно уже не смогла. Появились серьезные проблемы с дыханием. Так пациентка и ознакомилась с постковидным синдромом. Ну, конечно, знакома, да. Усталость такая вот была, заложенный снос. Вот ходила сюда, на соленую комнату ходила, раз в семь где-то. Да, помогло. Честно, стало легче дышать. Вот, намного легче стало. Проявлений постковидного синдрома много. Непредсказуемые последствия могут ждать пациентов с хроническими заболеваниями. Справиться со всеми симптомами медикам под силу. Главное – вовремя к ним обратиться. Анна Соловей, Виталий Рубанов, Андрей Шиповалов. Специальный репортаж «Гродно плюс».